Почему идут обильные месячные со сгустками? В самом начале стоит отметить, что небольшие сгустки в малом количестве являются вполне нормальным явлением и не должны беспокоить женщину. Давайте выясним причину образования кровянистых сгустков в норме отступая от темы, расскажу одну из гипотез, которую в одной статье описал автор. Так вот, автор пишет, что при подготовке к беременности на стенках матки образуется плацента, которая необходима малышу для дыхания. И питание, и что с месячными данные образования торгаются и выводятся, ну малышу конечно жизненно необходима плацента, однако. Автор катастрофически неправ. В своей статье хотелось бы попросить таких авторов, которые, видимо, к медицине отношения не имеют прежде чем писать о чем-либо. Почитайте хоть малость правдивой информации, а теперь хочу развенчать эту гипотезу. Так как плацента или детское место образуется в матке только после имплантации оплодотворенной яйцеклетки в матку, то есть до определенного момента плацента является одним из органов будущего малыша и образуется из его клеток. И уж никак не может быть в матке до наступления беременности и стать причиной сгустков в норме, а теперь и о том, как в норме могут образоваться сгустки при менструации. Ну первая причина этого – это свертывание выделяющейся крови. Она не может быть жидкой, постоянные белки крови сворачиваются, образуя сгустки крови и отделяющимся эндометрием. Почему идет кровь? В момент отделения внутреннего слоя матки эндометрия сосуды, которые его кровоснабжали, остаются поврежденными и кровят. Пока наш организм не образует в сосуде тромба и не прекратит его кровотечение, это краткий механизм менструации в норме у женщин. Если не брать во внимание гормональные перестройки, которые этому неизбежно сопутствуют причинами обильных менструаций со сгустками, могут стать послеродовой период, гормональный дисбаланс, оперативное вмешательство или аборт, самопроизвольное прерывание беременности, неправильный прием оральных контрацептивов, новообразование матки, миома, эндометриоз, период послеродов. Онкологический процесс, инфекционное заболевание и воспаление мы перечислили только наиболее распространенные причины нарушения менструации. Каждый случай индивидуальный требует индивидуального подхода. Далее мы постараемся более подробно разобраться в некоторых причинах обильной менструации с выделением кровенистых сгустков. Обильные месячные послеродов причины Для рожавших женщин не секрет, что после рождения малыша из влагалища еще достаточно продолжительное время могут наблюдаться достаточно. Обильные кровенистые выделения со слизью и сгустками продолжительность подобных выделений всегда индивидуальны и они не требуют особого лечения. Такое состояние нормы послеродов мы попробуем доступно рассказать об их причине. В процессе развития роста плода сосуды, которые кровоснабжали плаценту и плод расширялись и усиливали приток к плоду после рождения малыша и отторжения детского места матка остается растянутой еще некоторое время и сосуды, соответственно, зияют и кровят. Это и является причиной обильных кровенистых выделений. Со временем матка сокращается, сосуды тромбируются и женщина восстанавливает свой менструальный цикл. После восстановления ежемесячной менструации кровотечение во время менструирования должны также вернуться в обычные объемы. Обильные месячные после аборта причины Эта тема достаточно актуальна, так как по статистике количество медицинских абортов достаточно возросло после медицинского аборта. Менструальный цикл должен рассчитываться с момента проведения оперативного вмешательства. То есть, если ваш цикл составлял 27 дней, то с момента аборта нужно отсчитать 27 дней, хотя после вмешательства месячные не всегда Могут прийти в срок, так как организм испытал громаднейший гормональный сбой, при этом нормой скорее являются скудные выделения В приход первой менструации после аборта, нежели обильные Причина этому дисфункция яичников, которые еще не восстановились после состояния беременности и гормонального дисбаланса Вот пришедшие обильные месячные после выскабливания могут стать тревожным знаком Это может служить угрозой здоровью женщины и ее дальнейшей репродуктивной способности Как минимум это приводит к значительной кровопотере и развитию анемического состояния, если после проведения медицинского аборта У вас не превращается кровотечение или следующие месячные отличаются обильностью В обязательном порядке посетите гинеколог обильные месячные после замершей беременности Причины замершей беременностью называют состояние, когда женщина на протяжении определенного времени вынашивает мертвый нежизнеспособный плод Но по каким-либо причинам такая беременность не закончилась отторжением погибшего плода Решением в такой ситуации может служить Только оперативное вмешательство по отделению и извлечению мертвого плода Другими словами на раннем сроке такая беременность Разрешается исключительно медицинским абортом и чисткой При этом в норме следующая менструация также в норме скудна Но если Вы заметили обильную менструацию после чистки То причинами этому может служить гормональный дисбаланс в результате беременности И вмешательство Воспалительный процесс внутри матки Нет тщательное выскабливание и наличие в полости матки элементов прерванной Беременности, оболочки или их части Каждое из этих состояний требует госпитализации и лечения в стационарных условиях Возможно проведение повторного выскабливания и дальнейшая терапия Обильной месячной при климаксе Причины Мы не станем углубляться в механизмы климактерического периода Опишем только возможные причины обильной менструации в этот период Климакс у женщин может наступать в различном возрасте И окончательно наступать на протяжении от 2 до 5 лет максимум связано Это с прекращением продукции яичников яиц и клеток При этом резко меняется и гормональный фон женщины Если после 2-3 лет вхождения в период климакса Женщины были отмечены обильные Менструации со сгустками То это является достаточно тревожным знаком Подобное явление может говорить о формировании доброкачественного Или злокачественного новообразования в матке или фаллопе и вахтрубах В связи с гормональными перестройками и всплесками Эти состояния требуют особого внимания и постоянного контроля со стороны гинеколога Обильная менструация в период климакса может стать знаком следующих состояний Миома матки, образование полипов, злокачественные Новообразование, рак в период менопаузы и женское здоровье требует особого внимания И не только в плане гинекологии Как отличить обильные месячные от кровотечения Мы обсудим 5 доступных для определения признаков отличия менструации от минорагии Маточного кровотечения, если есть возможность То стоит определить объемы выделяющейся крови Период менструации объема кровопотери в норме более 50 грамм, но не более 80 грамм за весь период менструации Превышение объема более чем 90 грамм может говорить и о маточном кровотечении Кровотечением можно считать выделения при которых Необходимость сменить прокладку возникает через каждый час Еще одним из явных отличий этих состояний служит нерегулярность менструального Цикла и начала кровотечения ранее, чем через 21 день после последнего начала менструации Визуально также можно отличить минорагию от обильного кровотечения При менструации выделения темные могут иметь коричневатый оттенок При кровотечении же кровь ярко-красная может иметь алый оттенок Следует также знать продолжительность своей менструации в норме от 3 до 7 дней Если эти сроки превышены, то речь также может идти о кровотечении Что делать, если обильно идут месячные? В первую очередь, конечно, необходимо исключить патологические процессы Которые могут стать причиной обильной менструации Хотя, существует и наследственный фактор по женской линии Если в вашей семье по женской линии существовала такая проблема То есть вероятность, что и ваша менструация обильна именно по этой причине Для того, чтобы начать какое-либо лечение, в обязательном порядке стоит Обратиться к своему лечащему гинекологу за консультацией Пройти ряд обследований и сдать некоторые анализы только после исключения Угрожающих состояния и других возможных причин Возможно назначение адекватного лечения Назначение кровоостанавливающие препараты при обильных месячных Если необходимо назначение кровоостанавливающих средств, вам могут назначить следующие препараты Тронексом наиболее Новый медикамент, который назначается при обильной менструации Также он может быть использован в терапии угрозы прерывания беременности Дицинан воздействует на скорость свертывания крови Принимается данное средство только с третьего дня менструации Его не стоит Использовать продолжительное время травы при обильных месячных инородные средства Народная медицина использует 1 Отвар крепи восстанавливает длительное кровотечение Готовится этот отвар по инструкции лечащего гинеколога 2 Настойка перца основана на спирте и не используется у женщин, которым в работе необходима особая концентрация 3 Рекомендуется употреблять ващущую вель в свежем виде или вареном 4 Готовят отвар из листьев и плодоножек вишни, которые пьют на протяжении дня Для этого 1 стакан л Этой смеси заливают 1 стакан кипятка и оставляют на медленном огне на 30 минут Затем отвару дают остыть и пьют обильные месячные отзывы Интернет пестрит советами о лечении подобных состояний Мы просим обратить вас свое внимание, что каждый человек уникален и что подошло одному, не обязательно поможет вам По этой причине, прежде чем самостоятельно выставить себе диагноз и заняться лечением, обратитесь за консультацией и обследованием Чтобы потом простое воспаление не стало причиной оперативного вмешательства или бесплодия Продолжение следует... Продолжение следует...